Итак, пока все подключаются, я расскажу, что сегодня мы будем распиваться с упором на мелизматику. Это тема мелизматики. Здравствуйте! Тема мелизматики у меня очень хорошо раскрывается в марафоне «Прокачка», на который, кстати, вы сегодня, как в последний вагончик, можете запрыгнуть, потому что у нас уже прошел один прямой эфир на прокачке, который еще можно успеть посмотреть и подключиться на этот марафон. Сегодня я дам малую часть, которая будет казаться мелизматики, с моего марафона «Прокачка». Будет очень круто. Конечно, на марафоне «Прокачка» я даю намного больше упражнений, все разжевываю просто там по косточкам. Сегодня мы с вами быстренько-быстренько все пробежимся, но я думаю, что все равно у всех все получится, потому что мы будем, конечно же, двигаться от простого к сложному. К сложному при приятном понимании этого слова, потому что мы будем разбирать мелизм песенный, который взят прямо из песни. Я обожаю примеры из песен и всегда стараюсь сразу дать и использовать какое-то упражнение непосредственно на песне, да, потому что можно быть королем распевок, но не уметь все-таки в песне справиться, поэтому мы в любом случае, когда распеваем, соберем песенный вариант, чтобы мы с вами пели-пели. Правильно говорю? Конечно, правильно говорю. Ну что, вы готовы? Первое, что касается мелизматики. У нас все сегодня настроено на мелизматику, на мелизматику европейского уклона, американского, западного, короче говоря, да, потому что есть мелизмы восточные, это отдельная тема, и есть мелизмы западные. И мы сегодня коснемся с вами западных мелизмов. Я вам расскажу, как сделать голос более подвижным и непосредственно приступим к упражнениям. Значит, первое, что нужно понять, для того, чтобы ваш голос был подвижным, нам нельзя на него давить. И вот это первое, о чем я рассказываю, например, в своих марафонах. Первый урок всегда касается расслабления. И сегодня мы с вами сделаем одно упражнение на расслабление и увеличение звука без напряжения. Попробуйте сначала хныкнуть. Да, чувствуете? Неправильно. Хныкаем немножечко сюда, плаксиво. Меня хорошо, кстати, слышно? Напишите, пожалуйста. Потому что сейчас мы будем делать тихие упражнения, мне очень важно, чтобы меня было хорошо слышно. Да, потому что все эти упражнения, которые я сейчас буду показывать, они достаточно на тихой атаке делаются, потому что ваш голос не может быть подвижным, если вы давите и поете полным голосом. Подвижности не может быть. Поэтому весь звук будет сконцентрирован вот в этой части, и он немножко хнычущий, плачущий. Спасибо, спасибо. Значит, хнык. Вот здесь будет ощущаться звук. И мы сейчас с вами на трезвучие пахнычем. Готовы? Поехали. Здесь ничего не напрягается, только здесь работа. Да, а теперь немножечко откроем и будем хныкать через открытый рот. Вот так вот. Все равно звук здесь. У кого не получается без напряжения, попробуйте представить, что вы как бы чихаете. Еще. Вот здесь все равно остаемся. Наша главная задача, чтобы все звуки, неважно, вверху мы поем, в середине или внизу, были сконцентрированы в одном месте. Да, потому что при исполнении мелизма очень часто бывает, как у меня это раньше было, да, я сваливала снизу, и свалила последнюю ноту вот сюда. Ни в коем случае. Все должно оставаться в одном месте. Пахныкали. Определили, что у нас звук вообще без напряжения. Вот такой можете немножко пожаловаться и пахныкать, да, потому что шея вообще не должна принимать у нас участие. Принимает участие только вот эта вот зона, где дети жалуются, их нычут. Пасухи, конечно. Молодец. Я максимально стараюсь все просто объяснять, чтобы всем-всем-всем было все понятно, без терминов и так далее, да. То есть то, что мы делаем, это тванг вообще на самом деле. Но давайте не заморачиваться. Вот. Мы как бы звук, да, увеличиваем с помощью того, что мы в назальность его приводим. Это называется в вокале тванг. Естественно, мелизма лучше всего петь в этой части. Теперь мы с этим закрытым ртом немножечко делаем объем, чтобы у нас вот эта часть могла шевелиться. Здесь хрящ, который должен шевелиться, и тогда у нас мелизматика становится подвижной. Мы как будто плачем, а во рту немножечко объем, чуть-чуть совсем. И мы спускаемся по пять нот. Вот здесь должны ощущаться небольшие толчки хрящом. Звенит звук здесь. А двигается, где кадык у парней, да. Здесь у нас хрящ. Вот здесь как будто небольшие толчки. Минимум атаки на звуки. Идем. Неправильно, если у вас смазывается. Значит, много атаки, во-первых, делаете. А во-вторых, старайсясь даже с пальцем делать. Вот так. Так легче может быть. Звук легкий-легкий. Вниз идем. Я немножко наплачу все время. То есть по ощущениям, если вы чувствуете вот здесь звон, вот здесь звон, да, в передней части лица. И не чувствуете никакого напряжения в шее, а чувствуете только маленькие микро-толчки. Там, где у нас хрящ. Попробуйте немножечко похныкать. Чувствуете вот эти толчки на слух? Напишите. Чувствуете на слух, как там происходят небольшие толчки? Да, не смазано, вот так. Это я передавливаю голос. А у меня очень маленькая атака. Поем бы ладошку. Вот, нам очень важно, чтобы хрящ заработал. Тогда у нас подвижность голоса становится клевой. И вот этот эффект немножечко автотюна появляется. Класс. Супер-супер. А теперь перейдем к упражнению следующему. Значит, я уже здесь буду. Мы будем петь на О. Я буду уже аккомпанировать. Правильные слова нет. И у нас идет гласное О. И мы поем четыре ноты по пентатонике. Немножко на хныке. Посмотрите строение тела человека и поймете, какой хрящ, который связки защищает. Еще раз. Сами. Сами. А теперь сделаем с вами акцент на вторую ноту. Попробуем. А теперь я делаю акцент на вторую ноту. У нас 4 ноты получается, да? И две последние нотки я убираю, делаю быстрее. Да? Когда я убираю, значит, я совсем убираю атаку, но оставляю все в одном месте, потому что если я начну тянуться за нижней, у меня все провалится, да? Потому что когда опущена гортань, голос становится неподвижным. Поэтому мы все в одной части держим и делаем акцент на второй ноте. Попробуем. Хо-о-оу, хо-оу. 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 На Э. Конечно, вот на марафоне у себя я это все максимально разжевываю, и мы все это медленнее в 100-500 раз делаем, но все равно мне хочется поделиться, потому что, блин, вдруг получится у кого-то сегодня, это будет очень клево. И если что, можно еще запрыгнуть в последний вагончик, да, в марафон-прокачка, если вы думаете, что вы успеете посмотреть уже один эфир и дальше с нами продолжить. Так что если что, пишите. Господи, что я хотела еще сказать. Теперь давайте попробуем еще быстрее. О, 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 о. Эй. Может не получиться, ничего страшного, мы же сейчас семимильными шагами с вами идем. Поэтому выбирайте для себя вариант, который у вас получается, да, и его оттачивайте, потом чуть-чуть постепенно увеличивайтесь. Теперь мы возьмем кусочек из песни. Помните такую песню? Вот, мы возьмем из нее первую строчку сегодня. Сейчас я слова выложу для вас. Вот. И здесь несколько мелизмов. Сейчас мы с вами их разберем. То есть мы сейчас делаем. А здесь вы можете, у кого получается 4, петь. А те, кто более прокачанный, могут делать еще залазку наверх. Два варианта. Может быть. Или Кудря такая получается. То есть верхнюю пробегаем. Те, у кого получается, делаем с верхней. Те, у кого не получается, 4. Можно спеть так. А можно спеть. Три ноты. Ро-он. Делаю акцент на первом. Ро-он. 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 Да, не ро-он. У кого так получается, делайте просто ровно. Ро-он. А у кого получается сделать акцент на первой, ро-он. Две остальные убираем. Попробуем. Давайте медленно сначала. Еще раз медленно. У кого получается медленно? Напишите. Чуть-чуть побыстрее. Еще раз. Класс! Еще на этой скорости. Блин, у всех получается? Вы представляете, как на марафоне тогда мы прокачаемся? Потому что это только первый шаг мы сейчас делаем. А на марафоне мы там такие рифс энд драмс будем петь, что просто мама дорогая. Но начинать надо с простенького. Еще разочек. Еще бы быстрее. Еще бы быстрее. Это я уже в голову. Вот здесь находимся. Не помню дальше слов. Сделала только первую строчку. Блин, как круто, что у всех получилось. Вау, вау. Так, сейчас я почитаю, что вы тут пишете. Получается, да, 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 получается. У-ху. Если в голове, да, ничего страшного, потом пробуйте в миксте тванговом. Получилось. Тра-та-та-та-та-та. Хорошо. Получилось счастье. Ура. Мальчики на головном могут петь, да. Огонь, огонь. С первого раза получилось. А-а-а. Круто. Что за марафон? Блин, ребята, я так активно все это рекламирую. Почему вы еще не знаете про мой марафон? Короче, 15-го числа будет марафон базовый уже, да, с понедельника. Там, где мы проходим основу вокала, как дышать, как петь высокие ноты, вообще, как правильно звук извлекать из себя. И с клевыми, милыми распевками все это проходит. С обратной связью или без. И сейчас уже, уже идет сейчас марафон продвинутый, где мы проходим вот эту всю мелизматику. Сейчас я только маленькую часть вам дала, совсем малюсенькую. И то у всех получилось, да. А там мы просто, не знаю, прокачиваемся, что, мам, не горю, снимаем зажимы в первую очередь, да, потому что если шея напрягается, невозможно сделать вообще никакой прием. А белтинг, микс, тванг, твэнг и, господи, субтон, разбираем на песнях, чередуем все эти приемы, короче. Ну, это просто сказка будет. Сейчас прошел только первый эфир про расслабление, поэтому вы еще можете присоединиться, но, скорее всего, без обратной связи, потому что меня на всех не хватит. И, ну, я подумаю, может быть, сделаю какое-то исключение, да, что можно купить с обратной связью все-таки. Вот, поэтому, кому это интересно, конечно же, пишите в директ, всем отвечу. Вот, а еще сейчас, наверное, подумаю, выложить этот эфир, оставить или нет, чтобы вы могли тренироваться. Не буду жадничать. Может быть, на YouTube залью сейчас. Все, всем пока. Все молодцы. Я очень рада, что у вас у всех все получилось. Вот так не надо опять. Пока.